А вот как успокоить себя, когда вокруг самотоха и хаос? Поделятся те, у кого соревнования уже завершились, а это новоиспеченные победители проекта Папа Тут. Папа года 2019 Дмитрий Никитин и мама года 2019 Алла Шамсутдинова. Алла, Дмитрий, доброе утро! Доброе утро! Ну, конечно же, с победой у вас! Спасибо. Скажите, что сказали самые главные герои именно ваши дети, когда узнали, что вы стали мама года, папа года? Как они вас поздравляли? Да. Ну, как поздравляли? Были просто рады. Если посмотреть на фотографии с награждения, у меня дети сразу начали пакеты взглядывать, читать, что на дипломе написано, да. А Дмитрий? Он меня еще как бы не поздравил, их два года, он такой по-своему, по-французски называет. И вот, как поздравил нас, когда вручали пакеты, статуэтки, он у меня был на руках, мы вышли с ним, у него была в руках печенька. Ему дают пакет, он, ого, пакет, и печенька мне зашиваясь. Вот он вас поздравил. Хорошо, вот это и поздравили. Так, ну смотрите, вы люди работающие, участвовали в конкурсе, там были все уже мастер-классы, занятости, так понимаю, большая. То есть как семья существовала у вас в этот момент? Самое главное, ваша семья не пострадала от того, что вы стали папа года и мама года, а? Нет, семья дома выиграла только. А почему? Как она выиграла? Ну, как выиграла? Вы с работы уходили туда, вас на дома не было. Как она выигрывала? Выиграла, во-первых, я пока не работаю. А! Да, я в декрите. Вот, но я поддерживала папу. Я и с папой ходила на мастер-классы, и на свои ходила мастер-классы. То есть успевала, как говорится, все. А выиграла, потому что все равно опыт общения, и там же и детей, и наши родители. У нас там компания собралась. Дмитрий, ну вы-то главной семье. Вы кормились, после работы убегали на репетиции. Семью лишали внимания. Ну, получается, конечно, приходилось... Работа на производстве, приходилось на работу ехать к шести, к семи утра, чтобы успевать на все мастер-классы. Ну, а как с семьей-то? Мы не убегали из семьи, получается, мы же все вместе туда ходили. Супруга всегда со мной была. И сын, конечно, всегда со мной были. Мы все вместе везде. Вот такие очаровательные, я вообще не могу просто. Ну, прям, знаете, что-то очень все хорошо. А сложное что-то было там или нет? Ну, прям, чтобы следующий участник в следующем году уже как-то испугался. Ну, ты не можешь запереживал. Сложно, наверное, было начать вот влиться вот в эту колею, начать первый мастер-класс, посетить еще что-то, а потом как по накатанной. У нас тоже были сложности. Какие? Домашнее задание, монтаж, вот это все подобрать, музыку там все. Но муж помогал? Я помогала мужу. Я же пошла туда из-за мужа. Это все как обычно бывает. А муж проиграл? Нет, муж креативный папа. А, креативный папа. Получил титул. Да. А просто ли мама году? Да. У нас есть для вас несколько вопросов. Такая будет сейчас небольшая игруля, потому что, ну, вы все-таки люди... С опытом. С опытом и с титулами. Да. Мы сейчас вам будем задавать вопросы от разных родителей. Как бороться с детскими истериками? Как только придем с сыном в торговый центр, он тут же требует ему что-то купить. И начинает кричать, бежать, валяться на полу. Как быть? Коротко, ясно, ответ. Ну, у нас такого не было. То есть мы изначально уже с малых лет, как бы, пресекали какие-либо такие попытки. Поэтому мы с этим не сталкивались. У нас никогда ребенок нигде не валялся, истерики не стояла. Загодя решить этот вопрос. Конечно. Потому что потом его решить уже будет либо сложно, либо невозможно. Я считаю, потом будет просто невозможно. Ребенок взрослеет, если он понимает, что вот ему... Он бы истерит, и ему купят. Это же вообще-то от ас. Так, Дмитрий зафиксировали. У нас только началось этот вопрос. Начался. И на днях даже вот была такая ситуация. Пошли в торговый центр, и он закатил эти машинки, которые на прокат там. Да-а-а-а. Вы что сделали? Не обращали внимания минут пять на него. Мальчик, кто ты? Ты чей? Проорался и пошли дальше. В угол встал, подулся, проорался пять минут. Ну все, Никита, говорю, пойдем. И пошли. Все. Прекрасно. Хороший совет. Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Мой ребенок не убирает за собой. К вечеру в доме полный бардак. На же ванной комнате, кастрюле, на родительской кровати. Прошу по-хорошему прибраться, но ни в какую. Как просите убрать? Ой, ну у нас раз двое детей. Да. Вот. Мы как-то вот поиграли, например. Хотим другую игру, да, или что-то еще другое. Вот сменить вот род деятельности. Начинаем убирать сначала то, чем играли. Ну как убираем? Либо они вместе, либо мы помогаем, либо кто быстрее. Кто быстрее это? В роли игры. Вот только игра поможет убрать комнату. Ничего не заставит. Дмитрий, ребенок маленький у вас? Да, ну не знаю как. У нас как-то так получилось. Он только ходить начал, там что-то раскидает. Никита говорил, убирай за собой. Он возьмет и уберет. И как-то вообще с этим проблем нету. Значит, у вас бардак впереди. Я вас поздравляю. Наверное, впереди, скорее всего. Молодец. Значит, в нашей семье воспитательный тупик. Я, мама, не одобряю сладкое и фастфуд, но когда дети идут гулять с папой, они тайком едят. Мороженое, гамбургеры. Как бы... Все понятно. Тут все понятно. А как маме поступать в этом случае? Ну, вообще, мы с папой договариваемся. О-о-о. Да, у нас с папой есть договоренность. То есть детям что-то можно, что-то нельзя. Дмитрий. Я думаю, судя по тому, как он догонулся. Потому что это вообще... Есть, да, поблажки-то. Конечно, есть поблажки. Супруга не разрешает, там, картошку, там, или еще что-то фриот. И вы... Ну, какой вы советчик, Дмитрий, в этом вопросе? Подожди, ну это как вот дети смотрят ку-кутиков. Что они поют? Мама может успокоить, если вдруг заплакал, а чуть-чуть похулиганить можно только с папой. Я с этим согласен. Под финал, наверное, да? Пару раз слышала, как мой ребенок произнес бранные слова. У тебя дочь говорила хоть раз? Нет, я такому не учу пока. У меня говорила. Что делать, Алла? У меня титула нет лучшего папы, поэтому я хочу вот вас послушать. Я тоже слышала от своей, буквально недавно. Но кто-то мне сказал, когда ребенок говорит такие бранные слова, то есть он быстрее развивается. На примере своих детей я могу сказать, это правда. Как бы это ни было. Быстрее развивается? Нет, почему сказал, как бы, ну, осекли. Стараемся не акцентировать внимание, чтобы ребенок, они же как вот, нельзя, а, давайте там ха-ха-ха, там еще о чем поговорим. Нет, осекли, все равно как-то вот. И как, если побиточку, ребенок в развитии. Да, да, да. Развивается. Так, а мнение папы на этот черт? Ну, понятно, что пока-то еще не говорит, но вот если услышать. Ну, да, ну, было у него, раз где-то устрелил. Я не могу, машинку уронил. И вот мы как-то с женой сразу, хочется и посмеяться, нельзя внимания на это обращать. Хочется, и я в комнату шел, просмеялся, все. Просто не обратили внимания, и все. Спасибо, друзья, с вами очень весело. Мы еще раз поздравляем вас с титулами «Мама года», «Папа года». Нам о таком титуле только остается мечтать. Конечно же, удачи вам и побольше детишек, побольше титулов. Говоришь, как-то, теща сейчас какая-то. Спасибо за встречу. Пишу же, если поговорить. Пока. Пока.